Вишкаралу съедутся сильнейшие бойцы Приволжья. Уже на следующей неделе на арене Ледового дворца Морел состоится чемпионат ПФО по смешанному боевому единоборству. В первый день 1 апреля пройдут предварительные поединки. В субботу 2 апреля финалы, в рамках которого пройдет бойцовское шоу Red City Fights 5 Приволжская битва. Все подробности в следующем сюжете. Да будет бой. Женский бой. Совсем скоро, через несколько дней, на арену Ледового дворца Морел в ринг снова выйдет девушка-боец из клуба единоборец 12 Злата Шефтер. Противницей красавицы-блондинки станет спортсменка из Киргизии Аида Житебаева. Аида – мастер спорта по кикбоксингу, победительница турниров по ММА и объективно сильнее соперницы Шефтер по ледовому побоищу. Впрочем, этот факт нашу Злату никак не смущает. Разработана определенная тактика ведения боя и в бою нужно придерживаться этой тактики. Сильнее? Знаете, тут, наверное, даже не сильнее, возможно. Возможно, так получилось, что Ольга пришла на замену, а эта девочка конкретно готовится уже под меня и конкретно на этот бой. Вот. И как она готовится под меня, так и я под нее. Поэтому у нас силы будут равны и победить сильнейше. Женский поединок будет венчать обширную программу бойцовского уикенда, который стартует утром 1 апреля с предварительных боев чемпионата ПФО по смешанному боевому единоборству. Ну а финалы окружного первенства в количестве 7 штук состоятся уже на следующий день. К первой части шоу Red City Fights 5 «Приволжская битва». Во второй части уже профессиональные поединки промоушена, которых запланировано 5, в том числе и женский бой. По объективным причинам среди профессионалов, кроме Златы, наших бойцов не будет. Все сильнейшие выступят на чемпионате ПФО накануне и в случае выхода в финал выйдут в ринг и в субботу. Для меня, наоборот, честь биться за сборную команду, за республику, на ПФО, по ММА и стараться отбираться на Кубок России, на чемпионат России. Согласно новому положению, победители окружных стартов отправятся впоследствии на чемпионат страны, обладатели серебряных медалей на Кубок России. Ожидается, что в Ешкар-Алу приедут около 150 спортсменов из всех регионов ПФО. Мариелла будет представлена в максимально возможном составе. В этом году у нас состав расширен, потому что как регион-организаторы мы можем выставлять в каждом весе по три спортсмена. И, соответственно, шансы на попадание в призы отбора на чемпионат России увеличатся. Мы все для этого сейчас делаем, для того, чтобы спортсмены подготовились, и условия для них были лучше, и на родине. Я думаю, что поддержка зрителей тоже поможет. Битва будет интересная, конкурентная, зрелищная. И дай бог, что наши ребята отберутся и как минимум покажут достойные бои. Итак, чемпионат ПФО по ММА стартует в Ледовом дворце Мариелл в 10 утра в пятницу 1 апреля. На протяжении всего дня состоится несколько десятков предварительных поединков, а также схватки за третье место. Финалы в субботу 2 апреля в рамках бойцовского шоу Red City Fights 5 «Приволжская битва» в 17.00. В первой части промоушена 7 финальных поединков чемпионата ПФО, во второй 5 профессиональных. Главный бой вечера – женский бой с участием Златы Шефтер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова